Здравствуйте, в эфире программа подробностей. И сегодня у нас в гостях заместитель министра здравоохранения Рязанской области Олег Митин. Здравствуйте, Олег Васильевич. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В последнее время в связи с оптимизацией медицинских учреждений, которые проходят в Рязанском регионе, появились слухи о сокращении медицинских работников. Как на самом деле обстоит ситуация? На самом деле, надо сказать, что такие красивые слова, как оптимизация, модернизация, они уже, наверное, всем оскомину набили на слуху. Поэтому, да, действительно, мы проводим некоторую реорганизацию работы учреждений первичного звена. Это наши поликлиники. Такие поликлиники, как амбулаторное отделение 7-й больницы присоединяется к 4-й больнице к амбулаторному звену. 13-я поликлиника присоединяется ко 2-й поликлинике. И идет объединение 12-й и 15-й поликлиник. Данные вопросы уже об этом говорится неоднократно. Второй год мы об этом как бы обсуждаем, рассказываем, почему это происходит, с какой целью все это делается. Вот. Ну и, собственно говоря, достаточно много мы по этому поводу уже рассказывали. В том числе и, собственно говоря, в вашей телестудии. Хочу сразу сказать, что сокращение медицинских работников ни в коем разе не предусматривалось. И оно не будет. Поскольку у нас в регионе существует определенный дефицит врачей. Поэтому всем работа есть, и она обязательно найдется. И даже мы готовы принимать медицинских работников из региона Москва, которые высвобождаются на данном этапе в связи с сопроведением в соответствии к нормативам работников в Московской области. Вот. Что под собой это подразумевает? То есть, фактически для наших пациентов, для наших медработников ничего не изменится. Те медработники, как сидели в тех же кабинетах, принимали тех же пациентов, все в данном случае и останется. И пациенты, к тем врачам, которые они ходили, в те медицинские организации они ходили. То есть, территориально так же это все и остается. Меняется вывеска. То есть, происходит объединение с целью приведения в соответствие оптимизации для экономно воспользованных финансовых средств административно-хозяйственного персонала. Ну, опять же, никто не будет, например, говорить о том, что, например, в данном учреждении останется один главный врач. То есть, он будет выполнять все необходимые организационно-финансовые функции. Останется один главный бухгалтер, останется один экономист. Например, администрация, ну, скажем так, высшая иерархия медицинских работников. Одна главная медсестра, но один заместитель по медицинской части. Это позволит высвободить средства, которые пойдут на развитие медицинской организации и, собственно говоря, на выплату заработной платы тем медицинским работникам, которые непосредственно находятся на контакте с пациентом. Поэтому говорить о том, что будет сокращение медицинских работников, это не только неправильно, но и оно просто, в принципе, нереальный какой-то вопрос. То есть, вот, собственно, суть того процесса оптимизации, который проходит. Вы сейчас его осветили. Ну да. Нет, ну, что это еще позволит нам получить? Ну, начнем с того, что, ну, например, маленькие медицинские организации, такие как поликлиника 7 больницы, поликлиника 13 больницы, поликлиника 12, 15-е, в связи с тем, что приписное население данных территорий достаточно маленькое, это, ну, скажем так, около 10 тысяч населения, где-то больше, где-то меньше, это не позволяет в полной мере иметь специалистов, дублирующих друг друга по тем же узким специальностям. Например, на население в 9 тысяч человек требуется 0,5 ставки гастроэнтеролога. Поэтому, даже если мы и имеем там этого специалиста, то в случае его болезни, обучения, отпуска, мы не можем закрыть необходимый раздел, вот, как бы, оказания помощи по данной специальности, поскольку у нас нет в данном учреждении просто подобных специалистов. Когда поликлиники объединяются, у них появляется возможность дублирования функций по одним направлениям. Например, специалист одного участка ушел на учение, на обучение, мы можем за счет увеличения стимулирующих выплат другому специалисту подобного профиля послать его работать в данную медицинскую организацию или вахтовым методом, или по графику работы. Вот, тоже касается, скажем так, и неврологов, и окулистов, и специалистов лора направлений. Вот, следующий момент, который позволяет, ну, как бы, что нам это позволит, это объединить материально-техническую базу. Где-то у нас есть, ну, я так крупно так говорю, рентген-аппарат, где-то есть аппарат ОЗИ. И если раньше мы направляли данного пациента в четко определенное время, когда у данной медицинской организации, ну, было свое время для приема, ну, так условно говорю, вторник, например, то сейчас, если возникнет необходимость проведения ультразвуковой диагностики, рентген-обследований, других каких-то обследований, вот эти объединенные базы материально-технические этих учреждений, они позволяют, ну, каждый день сделать необходимые исследования. Соответственно, и замещение, скажем так, на участках тоже позволит вот это, вот, скажем так, объединение обеспечить в полном объеме, чтобы своевременно оказывалась доступная и качественная медицинская помощь. И вот еще один вопрос, который остро интересует, наверное, и наших телезрителей, и неоднократно в последнее время обсуждался, это необходимость улучшения работы скорой помощи. Ну, тоже, наверное, рано сейчас говорить о каких-то итогах проводимой работы, но то, что работа проводится, и то, что она стоит на контроле не только в министерстве, но и в правительстве Рязанской области, мы также об этом уже неоднократно говорили. В апреле месяце был подготовлен план улучшения обеспечения медицинской помощи по скорой помощи, был подготовлен соответствующий план, который, скажем так, был согласован в правительстве Рязанской области. Ну, прошел всего чуть, скажем так, меньше месяца по его реализации. Ну, маленькие шаги в этом плане уже сделаны. Хочется сказать, что за это время на станцию скорой помощи, благодаря тому, что были, ну, несколько изменены в лучшую сторону социальные бытовые условия работников скорой помощи, более, скажем так, пристальному вниманию со стороны руководства к проблемам врачей, фельдшеров, водителей скорой помощи. Два работника скорой помощи, сейчас вы вернулись на Рязанскую городскую станцию скорой помощи, которые ранее работали в городе Москве, да, то есть условия улучшились, вроде как прозрачно стали отношения, отношения финансовой дисциплины, ну, это вот позволило, ну, как бы нам, я не хочу, что это заслуга, скажем так, наша, может быть, это стечение обстоятельств, но вот два человека дополнительно к нам вернулись назад. Также, скажем так, ну, мы контролируем вопросы своевременности доезда скорой помощи, соответственно, качество оказания скорой помощи. Надо сказать, вот я все-таки работаю с обращениями граждан, ну, за этот месяц обращение граждан все-таки по вопросам оказания скорой помощи значительно уменьшилось. Спасибо вам, Олег Васильевич, за подробные ответы. Надеемся, что телезрителям стала чуть яснее ситуация с оптимизацией медицинских учреждений, что это такое, и чуть снизилось беспокойство в этом отношении. Увидимся с вами в следующих эфирах. Всего вам доброго.